В 40-е и 50-е годы считалось, что установка тюльпанообразного клапана на впуск улучшает наполнение, так как клапан имеет обтекаемую форму. Если представить себе клапан обычный, то есть современный, то тюльпан имел вот такую вот обтекаемую форму. Внутри, как правило, делалась выемка для облегчения. Считалось, что поток огибает плавно клапан, и лучше от этого без завихрений, без каких-то турбулентных потоков, лучше попадает в цилиндр. Но позже, ближе к 80-м годам, проведя ряд экспериментов, ученые отказались от тюльпанообразного клапана, так как было теоретически и экспериментально доказано, что наполнение на Т-образном клапане, то есть обычном, современном, у которого шляпка не имеет такого тюльпана, наполнение на таком клапане лучше, чем на тюльпанообразном. Об этом я уже как-то рассказывал в одном из видео под названием каналы головки блока цилиндров. Но на самом клапане я решил немножко заострить внимание. А внимание заострить вот на чем. Размотрим на примере. Впускной канал, диаметр которого 34 мм. Доработанная жигулевская головка. На 34 мм. Канал возьмем клапан, чтобы сильно не мудлить, для простоты возьмем клапан со шляпой 37 мм. В данном вопросе диаметр шляпы клапана к вопросу он отношения имеет. он может быть 36 мм минимальным, то есть правильно, он может быть и больше. Ну, в частности, 37 мм. Самое главное здесь что? Как было сказано в предыдущих видео, максимальная пропускная способность клапана образуется тогда, когда площадь поперечного сечения седла равняется площади по периметру от седла, вот по проекции вниз на клапан, по периметру, когда клапан опускается на определенную высоту и площадь по всему периметру клапана совпадает с площадью поперечного сечения седла. А также по наружному периметру шляпы клапана не должно ничего мешать потоку на определенном расстоянии каком-то. И чем меньше шляпа, тем расстояние это сокращается. То есть становится лучше. Но в данном случае вопрос касается именно вот этой вот части. Площадь по периметру относительно диаметра, то есть площади по диаметру седла. Чтобы разобраться более наглядно, и прочертить картину происходящего, что необходимо сделать. В эту точку ставится штангенциркуль, отмеряется расстояние при вот такой вот компоновке канала 34 мм и при диаметре ножки клапана возьмем даже диаметр ножки клапана не стандартный восьмерку, а маленький, диаметр семерку. то есть улучшенный. Вот это вот расстояние составляет 13,5 миллиметра. Поэтому в эту точку ставится штанген, отмеряется на штангене 13,5 миллиметра, то есть вот сюда он ставится и прорисовывается окружность полностью. Он выглядит примерно как-то вот таким образом. И по вот именно линии напротив, по траектории, от ножки, касания ножки до шляпы клапана. вот это вот вся часть, если представить это все дело в объеме, она используется для продувки при минимальном подъеме клапана. при диаметре 34 миллиметра и клапане 7 миллиметров клапан должен опуститься на высоту минимальную, это 8,135 ну то есть если так, как вы увидите, грубо говоря 8,2 потому что тысячное уже очень сложно увидеть. Вот величина. При этой величине его площадь по периметру будет равна площади внутреннего диаметра седла. Но при этом вот здесь вот ничего не должно мешать потоку. Если применить тюльпанообразный клапан, например, с Волги, у которого шляпа 44 миллиметра, а тюльпан начинается с 34 миллиметра. То есть он выглядит фактически вот из этой точки идет вот такой тюльпан и все вот это вот площадь вот она она не используется, потому что расстояние вот из этой вот точки вот до шляпы оно просто напросто крадется тюльпаном. Из этого тюльпанообразный клапан нужно опускать на большую высоту, то есть ставить распредвал с большим подъемом, чтобы обеспечить то же самое наполнение, чем на т-образном клапане. И вот эта вот система, то, что здесь должно теоретически плавно быть плавное течение воздуха, вот это вот плавное течение никогда в жизни не компенсирует того, что крадется полезная площадь. Я специально сделал конкретную прочертежку на кульмане, на бумаге, чтобы просто видно и понятно. Где наглядно на примере видно, что крадется довольно большая часть фактически всего канала. Поэтому, проведя исследование еще в начале 80-х годов, советские ученые, об этом сделана была работа, доклад, и было доказано теоретически и экспериментально, что на Т-образном клапане наполнение лучше, чем на тюльпанообразном при том же самом подъеме клапана и тех же самых условиях работы двигателя.